И теперь о событиях дня подробнее. На компании Иркутской области совершена кибератака. Регион оказался во власти мощного вируса, быстро распространяющегося по всему миру. Пострадали от этого уже и рядовые жители. Они не могут рассчитаться на заправках, заплатить за кредит, перевезти деньги. Маргарита Колесникова выясняла, чем еще грозит компьютерный вирус. В Иркутске в соцсетях автовладельцы с самого утра обсуждают серьезную проблему. Крупнейшая сеть АЗС перестала работать по банковским картам. Для многих водителей это обернулось большими неудобствами. И как следует из официального комментария компании в интернете, такая проблема возникла и в других городах страны. На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Жертвами масштабной кибератаки 27 июня стали десятки компаний по всему миру. С помощью вируса под названием «Петя» хакеры шифруют информацию с компьютеров и требуют выкуп. Не удалось избежать проблемы банкам. Многие жители региона сегодня не смогли зайти в личные кабинеты финансовых организаций и провести нужные операции. Отключили сервер, чтобы не пропасть под эту атаку. А как долго вообще в Иркутске у нас с ним решиться, потому что кредиты же тоже. Здесь сегодня распоряжение было, что оплаты не принимаются, то что они проходят по техническим причинам. То есть никакие штрафы пениночисленных клиентов не будут. Жертвами хакеров могут стать и простые пользователи. Хотя все-таки чаще всего кибератакам подвергаются именно крупные организации. И объясняется это очень просто. Они платежно способны и для них потеря какого-то определенного времени недееспособности вредит финансовой точке зрения. Данный вирус предназначен для шифрования ваших данных, ваших файлов и вымогания за дешифровку этих данных, денежные вознаграждения. В Иркутской области это уже не первый случай, когда опасные вирусы выводят компьютерную технику из строя. В мае вредоносные программы заблокировали базу данных ГИБДД. Из-за этого водители не могли произвести замену удостоверений и поставить машины на учет. Разобраться с проблемой специалисты смогли за несколько часов. Майская кибератака затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах мира. Хакерам удалось получить свыше 40 тысяч долларов. Сколько по времени будет распространяться вирус Петя и какое количество людей и организации от него пострадают, остается только предполагать. Маргарита Колесникова, Владимир Пинаев, Марина Минченко. Новости по будням.